На дне песок и даже что-то похожее на ил. Купание в фонтане чревато тем, что грязная вода может плохо повлиять на кожный покров. А также, если случайно глотнуть ее, повышается риск получения кишечной инфекции. Первое, что это кишечное заболевание. Второе, вообще там непредсказуемо, кожные заболевания. И таких примеров сколько угодно. С кишечными коликами, именно спазм кишечника, к нам поступает на сегодняшний день порядка трех-четырех детей. И одна из версий может быть, скорее всего, и вероятнее всего, купание в запрещенных местах. К сожалению, предупреждений медиков любители плавания не слушают. Не слушают и взрослых, которые гуляют в этом месте и обращают внимание на любителей фонтанного купания. В фонтанах, я думаю, что не стоит купаться, потому что из-за жары кучи инфекций, все лазят ногами грязными. Там грязная вода. А почему ты ее решила? Смотри, как она беленькая, чистая. Ну, все равно там микробов полно. Там много, если кто купается. Там много кто купается, и поэтому она грязная. Я думаю, что у каждого парка должен быть ответственное лицо, как в Москве обычно делается, которое должен какие-то устанавливать знаки, купаться на купание запрещено. Если эти правила нарушаются, то, соответственно, выписывать штрафы. То есть, если возле фонтана не стоит такого знака, купаться можно? Ну, по идее, наши люди, наверное, думают так, что раз жарко, есть вода, значит, нужно туда залезть. А на самом деле? На самом деле, конечно, не надо. В этом году царит настоящая летняя погода, и не все могут устоять перед купанием запрещенных местах. Но желающие окунуться в фонтан должны понимать, что они подвергают свою жизнь опасности, ведь кроме инфекционных заболеваний, вызывающих тяжелые осложнения, можно получить травму. Фонтан – это не место для купания и не бассейн, которому применяются определенные санитарные нормы. Здесь все по-другому. Фонтан – это объект с замкнутым циклом воды, то есть она не наливается новая, а стоит, в нее попадает и мусор из окружающей среды, то есть и листва, и ветки. Иногда тут купаются и пьют животные различные, бродячие. Внутреннее покрытие фонтана выполнено из керамической плитки, поэтому в мокром виде очень скользкая и травмоопасная. Настоятельно рекомендую родителям смотреть за своими детьми и не допускать их купания в фонтане. Поэтому прежде чем лезть в воду, хорошо подумайте, стоит ли оно того. Анастасия Воронина, Николай Карбанов, Елена Кошелева. Видное ТВ.